МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Мы снова вместе, в месте, куда слетаются все самые интересные новости из мира шоу-бизнеса. Точки зрения бывают разные, но ваше зрение направлено на точку ньюс. С вами я, Константин Тарасюк. Поехали! Точка ньюс В Москве состоялась долгожданная премьера бояпика Алексея Германа-младшего «Довлатов». Фильм недавно забрал статуэтку «Медведя» на кинофестивале «Берлинале» и, наконец, предстал перед широкой аудиторией. На глазах зрителя разворачивается история нескольких дней из жизни одного из самых популярных русских прозаиков 20 века Сергея Довлатова. Генеральный продюсер «Первого канала» Константин Эрнст рассказал нам, чем интересен именно этот временной отрезок. Это на самом деле образ Довлатова, и это не конкретный, это не биографический фильм. Это такое состояние Довлатова. Мы хотели сделать фильм не о каких-то значительных событиях его жизни, не рассказывать об эмиграции, о его смерти. Мы хотели просто показать шесть дней обычной жизни человека, который вынужден ежедневно бороться за свою искусство. Несмотря на большой успех картины, режиссер Станислав Говорухин, просмотревший его еще до выхода в прокат, заявил, что фильм получился невеселым, а ведь Довлатов был очень ироничным человеком. Ироничным, остроумным, с очень хорошим чувством юмора, поэтому я думаю, что в нашей картине мы это прекрасно смогли передать. Поэтому если кто-то будет говорить, что в ней нет юмора, то мне жаль этих людей. Нет, я бы не сказала, что фильм лишен юмора. Я считаю, что это остроумный фильм, и он пронизан юмором, вот этим специфическим юмором Довлатова и его особенным взглядом на жизнь. Так уже приклеили клеймо, и почему-то нет, нет, просто может быть то, что скучно одним, не скучно совсем другим. Слышь, скука. Скука — это когда недалантливый. Если талантливый, то не может быть скучным. Фильмом о культовом герое уже заинтересовались иностранцы. Компания Netflix купила права на показ, и теперь картину покажут как минимум в пяти англоязычных странах. Как вот вы думаете, сейчас иностранцы посмотрят этот фильм, они смогут ли познать загадочную русскую душу? Ну, они убедятся в том, что русская душа довольно сумрачно дождливая и загадочная. Но вот чего иностранцы не узнают точно, так это каково было сербу Милану Маричу, сыгравшему главную роль справляться с языковым барьером. Было достаточно трудно, потому что я русский никогда не изучала, и мне пришлось учить его с нуля перед съемками. Каждую свободную минуту я посвящала изучению русского. Было нелегко, но удалось это сделать. На роль Довлатова Алексей Герман отсмотрел не одну сотню актеров, в их числе Иван Урган и Максим Виторган. Посмотреть фильм можно в российских кинотеатрах с 1 марта, но только в течение недели. Так что советую поспешить. Точка Ньюс В прошлом году российские поклонники Робби Уильямса бились в истерике, узнав, что их любимчик отменил концерт в Москве. А на днях артист откровенно рассказал о том, что страдает от психического расстройства. В интервью Робби признался, что его будни сильно похожи на американские горки. Любители экстрима могли бы позавидовать Робби Уильямсу, но все не так весело. Потому что его мучают перепады настроения. Психическое расстройство Уильямса в последнее время обострилось, и он поделился, что заболевание, кажется, хочет его убить. Такое заявление стало неожиданностью для фанатов. В своем интервью певец добавил, что подобное заболевание было и у его друга Джорджа Майкла, который скончался в 2016 году. Оказывается, уже несколько лет Робби Уильямс ведет борьбу со своим недугом, но настроен решительно и уверяет, что сцена и семья очень ему помогают. Поэтому мы не теряем надежды увидеть Робби в Москве. Точка Ньюс Премия журнала «Мода Топикл» – пара года. Пожалуй, одна из самых милых и семейных церемоний. Существует уже 10 лет. За это время поменялось многое, но, по мнению главного редактора журнала Оксаны Федоровой, крепкая семья никогда не выйдет из моды. Может быть, много разных премий, разных мероприятий, но именно в семье, именно в своем доме ты черпаешь вдохновение, восстанавливаешь все силы – это очень важно. Почему ваш супруг не сделает исключение для такой премии, не придет с вами подирать? О, да, он не любит публичные мероприятия. Как известно, все счастливые семьи похожи друг на друга, особенно на фоточках в Инстаграм. Но есть в российском шоу-бизнесе и пары, чьи отношения можно не редактировать. Вот ты, как человек, который практически не редактирует фотографии, мне кажется, в Инстаграм, не накладываешь никакие фильтры, вот если бы можно было отретушировать отношения, отредактировать, вот какой момент бы ты отредактировал? Ну, больше времени хотелось бы проводить вместе, конечно. Какой момент в вашей семейной жизни вы бы хотели отредактировать, если бы это возможно было? Он еще не наступил. Такой момент. Конечно, к этому же идешь. Идешь и идешь. Но мы не торопимся. А надо ли оно фотошопить-то? Для кого? Для себя, любимая. Для себя, любимая? Ну, это все равно же какой-то обман. Муж меня, например, все время одергивает и говорит, так, ты давай тут не командуй дома. Вот, и ну, как без этого? Вот если бы этого всего не было, это что? Такого не бывает. Это только Барби и Кен, и они только в мультиках. У многих звездных девушек в семейной жизни не устраивает нехватка времени на эту самую семью. И пусть это и правда будет самой большой проблемой. Мужчина в доме всегда главный, поэтому у нас как-то все очень правильно расстановлено. Мужчина согласен, да? Ну, у нас с этим нет проблем. В отношениях. А с чем есть? А с чем есть? Ну, с чем-то есть, да, но это, наверное, нет. Но мы не рассказываем. Я могу сказать, с чем у нас есть проблемы, и у меня очень мало выходных. Вот это наша главная проблема, поэтому мы с ней боремся. Обычно звезды не любят распространяться на темы своей личной жизни, но именно здесь принято хвастаться своей семьей. Да, конечно, мы темпераментная пара, и мы спорим, но у нас там не доходит до битья посуды, но достаточно все эмоционально. Вот, и... Есть какой-то способ хитрый вас утихомирить? Ну, наверное, Валера все-таки знает этот способ, конечно. Говорят, в отношениях, рано или поздно, кто-нибудь один начинает наглеть, главное, успеть сделать это первым. Вот кто вас обнаглел первым? Я. Если ваша пара пока не тянет на пару года, задумайтесь, а не совершаете ли вы ошибку Ольги Бузовой, забыв про правила, счастье любит тишину. Точка. Ньюс. Друзья, хочу напомнить, что в это воскресенье, 4 марта, в Крокус Сити Холл состоится первая церемония жара Мьюзик Авордс. Революция в голосовании, незабываемое шоу и самые крутые артисты. Подробности на krokusdifishol.ru Точка. Ньюс. Ну вот и все. Это были все самые интересные новости из мира шоу-бизнеса. Хотите добавки? Тогда смотрите нас каждый день и следите за нами в социальных сетях. С вами был я, Константин Тарасюк. Увидимся. Пока. Точка. Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова